Населенный пункт 20 лет независимости, где были обнаружены двое инфицированных, сейчас закрыт. Жителей не впускают и не запускают. Туда могут попасть только службы экстренной помощи. Здесь на месте работают полицейские, медики, сотрудники Акимата. Здесь же есть машина с мукой. Ее при необходимости жители могут приобрести. Цена за один мешок составляет 7 тысяч тенге. Магазины в населенном пункте работают. Продукты завозят регулярно. Цены предприниматели не поднимают. Все, что просят, мы продаем. Ажиотажа нет. Работаем, как можем. К блокпосту регулярно подходят местные жители. Женщины просят привезти памперсы и детское питание. Некоторые переживают, чтобы на время карантина о них не забыли. Вроде как обещают, что всего хватит. У нас много детей. Нужны памперсы. Маски привезли. Обещают, что всего хватит. Никаких проблем не будет, обещает Аким Абайского района Бухарбай-Парманов. Перебоев в закрытом на карантин массиве не будет не только с продуктами, но и с медикаментами. В населенном пункте 20 лет независимости проживает 2856 человек. Продукты мы туда поставляем. Если не хватает, довозим еще. Нужно отметить еще и тех, кто нуждается в материальной помощи. Их более 600. Им уже выдали продукты питания. Населенный пункт дома, улицы, машины регулярно обрабатывают детсредством. Аким Шимкент дал указание. Село, где были обнаружены двое зараженных коронавирусом, сын и мать закрыть на двухнедельный карантин. Населенный пункт 20 лет независимости закрываем на карантин на 14 дней, так как там были обнаружены заболевшие коронавирусом. Жители готовы ждать столько, сколько потребуется. Главное их требование – сохранить зарплату тем, кого отправили в вынужденный отпуск и обеспечить всем необходимым людей в закрытом массиве. Шудин Саидов, Давран Абдеев, Нуркельды Садуакас, информационная служба телекомпании УТРАР.